ТАРТУСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ Перед будущими студентами выступали писатели, бизнесмены и руководители крупных фирм, которые объясняли нюансы профессии или направлений. Помимо этого были организованы так называемые рабочие комнаты, где молодые люди могли ознакомиться со спецификой той или иной профессии. Каждый вуз хотел чем-то выделяться. Абитуриенты могли прикинуть, насколько они расположены к той или иной профессии. Например, у медицинского стенда сделать непрямой массаж сердца. Правда, манекену. Мероприятие проходит зимой для того, чтобы у абитуриентов было время и подумать, и даже, что немаловажно, передумать и зарегистрироваться на другие экзамены в гимназии в конце января. Ведь у разных вузов разные профильные дисциплины, и еще не поздно определиться. Ну а теперь всех зовут в гости уже в ТАРТУ. В этом году у желающих поступить в ТАРТУ с Киевузой будет возможность в день открытых дверей, который состоится 22 марта, посетить тамошнее учебное заведение. Кроме этого, появилась еще одна идея. Абитуриенты смогут стать студенческой тенью, посетить лекции учебной лаборатории и даже попробовать почти по-настоящему сдать что-то вроде зачета. И это будет едва ли не последняя возможность еще раз убедиться в том, подходит ли им выбранная специальность. Ведь ошибка здесь может пагубно сказаться на всей дальнейшей жизни. Алексей Милованов, Вячеслав Скорецкий, Первый Балтийский канал. Продолжение следует...